Так, теперь мы наконец-таки понормально начинаем. Значит, сегодняшний семинар у нас по теме гайдов аналитик, дизайна, интерактивных дашбордов и отчетов. Значит, план на сегодня у нас такой, что мы поговорим про... Ну, у нас такая аудитория довольно, как бы сказать, все находятся на разном уровне знаний и табло, да, у нас есть люди с каким-то уже опытом, есть люди с... Вот мне опять говорят мне звук, сейчас еще раз, пожалуйста, уточните, слышно ли меня. Есть, окей. Все находятся на разном этапе знаний как бы табло, поэтому начнем с такого очень начинающего уровня, просто объясним вообще, что такое дашборд акшнс и зачем они нужны. Дальше мы будем говорить про разные ситуации, в которых эти дашборд акшнс можно применять. И вообще я хотел сделать эту сессию такую более как бы прагматичную, да, то есть я, как уже сказал, работаю в табло уже довольно давно, вот, у меня как бы накопились примеры разного использования дашборд акшнс и вообще акшнс в... как бы для различных ситуаций, вот, я просто хотел поделиться таким более практическим примером и показать, как использовать эти самые дашборд акшнс на практике. Ну, как я сказал, начнем давайте с азов, что такое дашборд акшнс. Вот для тех, кто, собственно говоря, так, я сделал подсказочку, для каждого из примеров я буду показывать, какой вообще уровень знаний табло требуется для того, чтобы использовать тот или иной прием. Вот, мы начнем с самых азов, как я сказал. Для тех, кто, возможно, вообще ни разу не видел табло, я сделал вот такой дашборд. Значит, собственно говоря, ничего такого особенного нет. Такой дашборд делается очень просто, просто чисто для экономии времени я его сделал заранее, да, то есть некий анализ продаж по регионам, здесь у меня есть некий календарь, показывает транзакции по месяцам, по дням недели и так далее, да, то есть верхняя часть этого дашборда анализирует продажи, нижняя часть анализирует прибыль. Вот, в таком виде, в каком я этот, собственно, виде, как я этот дашборд сделал, он, в общем, не имеет никакой интерактивности. То есть, если я, допустим, навожу на какой-то регион, скажем, Московскую область, там, или на какую-то категорию продуктов, то, собственно говоря, ничего не происходит. Вот, соответственно, самый простой вариант использования этих самых дашборд акшнс, это использовать так называемые фильтры. То есть, с помощью фильтров мы можем связать все эти визуализации, которые у меня есть на моем дашборде друг с другом. Самый простой способ, как это сделать, это использовать вот эту кнопочку «User Filter». Соответственно, если я на нее нажимаю, то что происходит? Теперь у меня вот этот вот элемент, который теперь может использоваться в качестве фильтра для всех остальных элементов визуализации. То есть, опять-таки, если я навожу на какой-то регион и выбираю его, то у меня идет фильтрация по именно этому региону на всех остальных элементах визуализации. Значит, это самый простой способ, как можно связывать разные элементы дашборда друг с другом. Значит, ну, как бы, более тонкую настройку можно делать. Вообще, что происходит, если я нажимаю на этот фильтр? Если я захожу в меню «Дашборд» и захожу в меню «Акшнс», то у меня вот здесь уже сделан некий фильтр. Он как раз сделан в результате вот этого самого фильтра, который я уже настроил сейчас. То есть, что здесь происходит? В случае селекта какого-то объекта на продажу по регионам, я, собственно говоря, фильтрую все остальные элементы дашборда. Я могу поменять, соответственно говоря, свои настройки. Допустим, если я только хочу связать, скажем, две верхние визуализации друг с другом, а остальные как бы оставить такими, как есть, то я могу это дело настроить и здесь. То есть, у меня, допустим, тут выбор на карте влияет на продажу по дням недели. То есть, теперь, если я иду и выбираю какой-то регион, то у меня меняется только вот эта часть, а остальная остается нетронутой. То есть, это самый первый вариант «Акшнс» — это, собственно говоря, фильтр. Какие еще у нас есть варианты? Есть следующий вариант — это так называемый «Хайлайт». «Хайлайт», то есть выделение. Вот давайте мы свяжем с помощью «Хайлайта» две нижние визуализации друг с другом. Я вижу, что у меня и там, и там есть категория продуктов. Соответственно, что я могу сделать? Я могу, скажем, использовать вот эту часть, которая слева, нормы прибыли по категориям продуктов, чтобы подсвечивать значения в этой вот части, которая, собственно говоря, показывает у меня процент от общей прибыли. То есть, связываю вот эти две визуализации друг с другом, но связываю их не с помощью фильтра, а просто с помощью подсвечивания. Соответственно, как это все выглядит на деле, мы сейчас посмотрим. Если я иду и выбираю, допустим, какую-то категорию продуктов, то она, собственно говоря, подсвечивается с другой стороны. Это бывает полезно, если у вас есть какая-то, допустим, сложная визуализация, там, так называемый «Скатерплот», то, чтобы увидеть все, допустим, всех клиентов, которые принадлежат к определенной категории, допустим. Это может быть полезно. Третий вариант – это так называемые URL-акшенс. У меня есть вариант здесь внизу. Соответственно, что он позволяет сделать? Он позволяет привязать к выбору какого-то объекта на дашборде и открытии страницы в браузере. Соответственно, и это причем можно сделать динамически, что важно. Что я под этим имею в виду? Сейчас я вам покажу быстро. Скажем, допустим, я хочу выбрать какой-то регион и открыть страницу на Википедии. Я могу сделать это динамически. То есть у меня есть адрес, собственно говоря, сайди Википедия, и сюда я в самом конце подставляю название региона на русском, которое уже у меня есть в виде дименшина на этой самой визуализации. Соответственно, я могу это сделать, допустим, не по селекту, а по вводающему меню. Как это выглядит, мы сейчас посмотрим. То есть если я теперь щелкаю по региону, допустим, Ленинградская область, у меня выпадает меню, и здесь появляется вот этот самый хайперлинк. Если я на него щелкаю, то у меня все открылось в другом окне. Вот это все выглядит вот так. У меня открывается страница Википедии, где появляется информация о Ленинградской области. Вот это, собственно говоря, самый простой вариант. Вообще просто я хотел объяснить, что такое Dashboard Actions и как они выглядят. И, как видите, здесь, возможно, довольно тонкая настройка, потому что не всегда вам нужно связать все со всем. Да, вот здесь с помощью вот этих акшенов я могу конкретно указать, какой из элементов будет связан с каким из элементов, по каким полям. Так, давайте, значит, идем дальше. Переходим на… Давайте я вам покажу, собственно говоря, пример, где это будет полезно. Очень частый случай, когда мы идем к клиентам и видим Dashboard, который выглядит примерно вот так вот. Ну, это, скажем так, я не очень много времени на него потратил, но примерно суть, я думаю, я передал. То есть очень популярно строить Dashboard таким образом, когда люди, которые, собственно говоря, их создают, они находятся на неком удалении от бизнеса или вообще от потребителя. от потребителя этого Dashboard, соответственно, они не знают, какой вопрос пользователь этого Dashboard будет пытаться ответить с помощью него. И что он делает? Он бросает здесь вот визуализацию внизу. Пожалуйста, смотрите на всех своих клиентов, на тренд по времени. А вверху накидываются все возможные фильтры, которые вообще есть в моем дата-секе. То есть выбор, допустим, здесь по МСИ-там, по продуктам категории, стаб-категории, кастинг-сегментам и так далее. Вот люди, которые приходят, особенно из мира, там, лапку ВОВ, анализы сервисов, они вот любят делать такие Dashboard. Как бы, ну, это все можно сделать в Tableau очень легко, это все, в принципе, работает. Но есть как бы два таких последствия дизайна подобного. Первое – это то, что это, в общем, не очень юзер-френдли. То есть если человек, допустим, хочет сравнить разные категории продуктов друг с другом, то ему приходится перещелкивать по ним по очереди и пытаться какие-то там для себя выводы сделать. То есть нет никакого контекста для этого фильтра. Я вообще не знаю, допустим, в какой из категорий именно идут дела хорошо, в какой из категорий идут плохо. Нет никакого сравнения между ними. Вторая проблема, которая, может быть, менее очевидна, и она, скажем так, возникает не всегда, но иногда возникает, это вопрос производительности этого Dashboard. Как работает Tableau с источниками данных? В общем случае мы для того, чтобы сделать какую-то визуализацию, посылаем запрос на источник данных. То есть, допустим, если это SQL база данных, и мы в режиме живого подключения к ним работаем, то мы посылаем SQL запрос. Соответственно, нам нужно послать запрос, чтобы вывести вот эту визуализацию. Запрос, чтобы вывести вот эту визуализацию. И о чем иногда люди забывают, как бы в общем случае иногда приходится посылать запросы для того, чтобы просто заполнить все возможные значения для фильтров также. Каждый из них потенциально нужно послать отдельный запрос. У нас, как бы для тех, кто, может быть, не очень еще знакомы с продуктом Tableau, у нас есть такая возможность смотреть, что, собственно говоря, происходит под капотом. Это использовать так называемый performance recording. Если я сделаю performance recording от такого дашборда, я увижу нечто подобное. Вот то, что я здесь показал на картинке. Здесь у меня, собственно говоря, такая гант-диаграмма того, что происходит во время рендера этого дашборда. И в данном случае я вижу 7 зеленых таких столбцов. Каждый столбец, собственно говоря, это когда мы прокидываем запрос на источник данных. То есть для каждого из фильтров и плюс еще для каждой из визуализаций. Я один из фильтров убрал, то есть в моем случае это будет не 7, а 6. Какая альтернатива такому дизайну? Это, собственно говоря, опять-таки использовать dashboard actions. Вот здесь пример того же самого абсолютно дашборда, который выдает абсолютно ту же самую информацию. Разница в том, что вместо фильтра наверху я использую так называемый tree map. То есть здесь сразу же я вижу, в каком из сегментов сколько чего я продаю. То же самое по категориям. При этом еще что я сделал здесь, я вот эти два объекта категории и саб-категории связал друг с другом таким образом, что никакого варианта саб-категории мне вообще не выдается до тех пор, пока я не выбрал какую-то из категорий. То есть, допустим, я выбираю furniture, и мне выпадают все саб-категории, которые принадлежат именно к furniture. То есть в чем преимущество такого подхода? Это то, что мне, собственно говоря, не нужно во время первого открытия дашборда вообще использовать никаких запросов для того, чтобы вывести этот элемент, потому что в нем ничего нет. То есть мы ждем действия от пользователя для того, чтобы дать ему больше контекста. Собственно говоря, вот так это работает. Для того, чтобы делать вот такие вот пустые, ничего не выдающие элементы, мы настраиваем фильтры таким образом, что мы выключаем все значения, то есть если ничего не выбрано в категориях, то мы, соответственно, ничего не показываем в саб-категориях. Вот таким образом это работает. То есть при первом открытии дашборда мы просто показываем пустой элемент и ждем какого-то действия от пользователя. А что касается последнего фильтра по времени, то я его, собственно говоря, просто заменил самой визуализацией. Точно так же человек может выбрать, допустим, если его интересует какой-то период, он может выбрать год или месяц на этой тренд-диаграмме. Так, двигаемся дальше. Значит, следующий вопрос мой. Это actions на отдельных страницах. Опять-таки мы по-прежнему находимся в начинающем режиме. У нас есть такой вариант, что вот эти вот самые actions, они не всегда привязаны к дашборду. Они могут быть привязаны также к конкретным воркшитам. Опять-таки для тех, кто может быть новички в табло, вот когда я делаю дашборд, я сначала создаю вот отдельные визуализации, и потом все их вместе связываю в большой один дашборд. Соответственно, возникает вопрос, в чем смысл вообще создания actions на отдельных визуализациях. Вот я просто хотел показать пример, который может быть не очень очевидный, но мне кажется довольно интересный. Он как бы дает возможность сделать визуализацию немного более читаемым. Значит, на что мы здесь смотрим? Здесь у нас идут продажи в разных каналах. Агент, партнер, прямой. Как бы у меня визуализация показывает общий тренд по времени. И если я хочу посмотреть значения, я могу просто сделать то, что мы называем hover. То есть я навожу мышку на определенные точки, и я вижу, сколько было продано в том или ином месяце, в той или иной категории. Часто бывает полезно сравнить абсолютные значения в разных категориях друг с другом, в тот же самый месяц. И вот именно для этого можно использовать именно actions на конкретном воркшите. То есть как это все выглядит? Я захожу в меню worksheet, перехожу в actions, и здесь создаю новый action, который будет просто подсвечивать выбранное значение. Причем эта подсветка будет идти не просто по данным, а именно по времени. То есть в чем смысл этого? Смысл заключается в том, что я хочу подсвечивать все каналы продаж, в зависимости от того, на какой месяц я смотрю в данный момент времени. Как это выглядит, если я навожу на определенный месяц... Давайте еще раз посмотрим, что здесь произошло. Я это все сделать хочу на hover. То есть просто на наведение мышки я подсвечиваю остальные все категории при наведении. Пока особо от этого пользы нет, просто визуально я вижу, на какие месяцы я смотрю. Следующий шаг – это я могу использовать label. Что такое label? Это, собственно говоря, вывод именно конкретного абсолютного значения на графике. Я могу выводить все значения. График выглядит таким образом, он как бы перегружен. Мы, наверное, не рекомендуем такой дизайн, он сложно читаемый. Или я могу выводить значения только для выбранных, в данном случае, каналов продаж. Теперь, если я навожу на какой-то месяц, я показываю значения именно для этого месяца, для всех категорий. При этом я могу еще немного, так сказать, подкрутить здесь значения, допустим, подсвечивать именно цветом. Вот эта опция мне дает возможность использовать цвет label, который совпадает с цветом определенной категории. Вот таким вот образом я могу визуально сравнивать абсолютные значения на графике, не перегружая его. То есть это как такая, получается, всплывающая подсказка. Вот. Ну, надеюсь, это полезно. Такой небольшой совет. Давайте двигаться дальше. Следующий вариант. Акшен. Значит, когда мы создаем вот эти самые акшены или акшен-фильтры, у меня есть возможность... Кстати, мы переходим уже сейчас на следующий уровень сложности. У меня есть возможность переходить на другой дашборд по сравнению с тем, на котором я был изначально. Что я под этим имею в виду? Сейчас я вам покажу пример. Значит, какая у меня ситуация при построении такого дашборда? Я просто сделал дашборд для... Использую вот эти дашборд акшен просто для навигации между разными элементами. То есть у меня есть вот мой workbook. У меня есть три разных дашборда. Есть некий такой лендинг-пейдж, куда люди попадают первый раз, когда они заходят на этот дашборд. Да, он называется Home. И есть два, собственно говоря, дашборда, куда я хочу, чтобы люди попадали, если они кликали на какое-то из этих меню. То есть, в принципе, я эти акшены использую просто в качестве построения навигации между дашбордами, как его некое меню. При этом никакого фильтра на самом деле здесь нет. То есть, если я кликаю на финансовый дашборд, то я попадаю вот на этот вот самый финансовый дашборд. И тут еще у меня, причем, есть кнопочка, которая бы мне позволяет вернуться назад, в виде домика. Вот, если я перехожу к анализу продуктов, то я попадаю на дашборд анализа продуктов. Вот. То есть, как это все сделано? Это все сделано, опять-таки, с помощью дашборд-акшенов. Разница заключается в том, что здесь я выбираю как бы source sheet, который лежит у меня на одном дашборде, который называется Home. А target sheet – это у меня совершенно другой дашборд. То есть, вот эти вот дашборд-акшенов и фильтры не обязательно происходят в рамках одного дашборда. Я могу прыгать с одного дашборда на другой. И эту логику все так же можно построить с помощью вот этих вот акшенов. Просто примерно быстро показать, как это можно сделать. Если я перейду к этому дашборду анализа продуктов, то у меня здесь нет опции вернуться домой. Вот сейчас я эту опцию очень быстро сделаю, просто чтобы показать, как это делается. Значит, для этого я беру… у меня есть такой, как бы, dimension искусственно созданный, который просто исключительно делается для того, чтобы вводить кнопки. Я могу его, собственно говоря, бросить на ряды. Перевожу режим визуализации в то, что называем shapes, то есть отображение таких пиктограмм. Вот, выбираю соответствующую пиктограмму. В моем случае я хочу, чтобы это у меня было высвечивалось именно как такой домик, да. Увеличиваю размер, прячу заголовок. Вот, у меня получается некий такой шит, который, собственно говоря, ничего не имеет, кроме вот этого большущего пиктограмма посередине, да. Теперь я могу этот шит, собственно говоря, бросить на вот этот дашборд. Допустим, я его перемещаю сюда куда-нибудь, я так особо не буду здесь с форматированием заморачиваться. Это, как бы, отдельное предмет для разговора, но я думаю, идея, в принципе… Сейчас, давайте его все-таки переместим куда-нибудь в более удобное место. Ну, скажем, да, не очень удобно, ну, скажем так. Вот у меня, допустим, так это все будет выглядеть. Я говорю, я особо не буду заморачиваться с форматированием, но идея заключается в том, что я могу просто взять и спрятать title, там, подкрутить бэкграунд, и тогда у меня получится просто пиктограммы домика, и все, что дальше мне нужно сделать, это привязать некий акшен, опять-таки, дашборд акшен, именно к щелчку на этот вот самый shape. Значит, как я это делаю? Я захожу в меню дашбордах опять, создаю новый акшен, и этот акшен будет заключаться в том, что вроде бы как это фильтр, но на самом деле это не фильтр, он ничего не делает. Значит, если кто-то кликает на вот этот тот самый sheet 14, который я только что создал с пиктограммой домика, то я хочу вернуться на дашборд Home, и, собственно говоря, вот так вот эта логика моя будет работать. Давайте проверим, работает это или нет. Я кликаю на домик, возвращаюсь на, как бы, домашнюю свою страницу. И, как я уже сказал в начале сессии, вот эти вот ворбуки, все ворбуки, которые я сегодня использую, они будут доступны для, так сказать, скачивания. Вы получите ссылку на запись этой сессии, потому что здесь уже люди спрашивают, можно ли, как бы, получать этот пример. Да, пример получить можно, и, собственно говоря, так и подразумевается. Потому что я, в принципе, осознаю, что для начинающих пользователей уследить за всем, что я тут сейчас делаю, может быть немного сложно. Так, едем дальше. Динамические URL-акшены. Значит, я показывал, как сделать, как можно открывать страницу, новую страницу в браузере. Есть другие варианты использовать URL-акшены. Сейчас я покажу, как это выглядит. Когда, собственно говоря, вместо того, чтобы рассказывать, я покажу, как это работает. Когда вместо того, чтобы открывать страницу в браузере, мы открываем ее внутри самого дашборда. Значит, у меня есть вот такой дашборд. Здесь мы смотрим на небоскребы в Нью-Йорке. Верхняя часть показывает просто высоту этих небоскребов. У меня есть карта. И вот здесь есть некая картинка. Да, и очень часто клиенты спрашивают, можно ли мне как-то динамически менять картинку в зависимости от того, что я выбрал на дашборде. Вот здесь такой функционал реализован. То есть, если я перехожу с одного небоскреба на другое, то, как видите, у меня меняется внизу картинка в зависимости от того, на что я наложу мышку. Как это сделано? Перехожу в меню Dashboard, в Action. У меня здесь создан вот этот вот самый URL-акшен. И он динамический причем. Здесь вообще у меня, как помните, в примере с Википеди, я подставлял самое начало URL, у меня было статическое. Это просто адрес Википедии сайта. Здесь у меня все, собственно говоря, динамически. Вообще весь адрес картинки берется из подлежащего источника данных. То есть, сейчас я покажу, как это выглядит. Если я иду в свой источник данных, смотрю на свои данные, то я здесь вижу, что просто у меня в самих данных зашит адрес URL для каждого из небоскребов. И, соответственно, при наведении на разные небоскребы на моем дашборде, вот эта вот самая картинка подгружается в эту вот часть дашборда. Почему она открывается именно здесь, а не на новой, не в новом как бы браузере? Все дело в том, что мы использовали вот этот элемент WebPage. Как только вы набрасываете элемент WebPage, включаете его в дашборд, то вот этот URL-акшен приводит к тому, что страницы открываются внутри этого WebPage. Но это работает, суть логики в том, что это выглядит, как, примерно, браузер, который встроен внутрь вашего дашборда. То есть, вместо того, чтобы открывать новый браузер, это все происходит внутри дашборда. Или, если вы опубликовали этот дашборд на сервер, то это будет выглядеть просто как такой iFrame, встроенный внутрь нашего дашборда. Какое практическое применение этому всему? Очень часто люди используют данный функционал. Допустим, если вы, опять-таки, работаете в продажах, у вас есть какая-то CRM-система, вы смотрите на разных клиентов в этой CRM-системе, которые у вас выводятся на табло-дашборде, но вы можете подключать страницу. Если у вас в CRM-системе есть какой-то WebFrontEnd, и вы можете параметризовать адрес вот этой веб-страницы в вашей CRM-системе, то вы можете ее встроить прямо внутрь табло-дашборда и сделать его еще более интерактивным. То же самое касается любых внутренних ресурсов, которые у вас могут быть. Я не знаю, там, вики люди таким образом устраивают в дашборда и разные другие ресурсы. Так, едем дальше. Вот очень такой вариант, довольно редко используемый, но тем не менее, мне кажется, интересно. я хотел показать, это отправление e-mail'ов из табло-дашборда. Значит, какой сценарий у нас здесь? Сценарий заключается в том, что есть некая организация, которая, допустим, инженерная, которая следит за состоянием различных заводов и фабрик, которая расположена в разных штатах Америки. И что мы делаем? Мы, допустим, посылаем инженера, инженеры снимают показания каких-то датчиков температурных, и вот у нас есть некий лог этих показаний. Да, причем все эти показания, они как бы разделены на три категории. Критические, опасность просто какая-то, или все в порядке. Вот. Какой как бы здесь сценарий? Сценарий такой разыгрывается, что человек хочет как бы сконтактировать с тем, кто ответственен за каждый конкретный пункт. Да, то есть, допустим, за каждую конкретную там фабрику или электростанцию. Вот. У меня есть здесь такой значок Shape, который встроен в эту таблицу для отправки e-mail. Вот. И что я хочу сделать? Я не хочу каждый раз там вручную писать новый e-mail. Я хочу как-то этот процесс автоматизировать для критических, допустим, ивентов. Значит, как это все выглядит? Реализуется это все следующим образом. У меня есть возможность, поскольку, собственно говоря, мы находимся внутри Windows операционной системы, у меня есть возможность создать URL-акшен, но при этом этот URL-акшен будет... Давайте мы его сделаем. Новый URL-акшен. Значит, если я кликаю на event log, на какой-то элемент, вот этот event log, то есть вот эта таблица, которая находится внизу, я хочу открыть URL. Но URL будет, собственно говоря, не адрес страницы, а команда для отправки e-mail. То есть, в принципе, это можно делать на обычной странице в виде JavaScript и так далее. А можно сделать именно внутри дашборда. То есть, как это выглядит, я здесь могу написать mail to. Дальше я могу динамически сюда поставить... Давайте сделаем на... на action будет у нас срабатывать по селекту. Динамически подставляю, собственно говоря, адрес e-mail человека, который отвечает за конкретный пункт или там электростанцию. Вот. Дальше я указываю в сабжекте, допустим... Я не буду с клавиатурой, но, допустим, need to check this station. И что-нибудь такое. То есть, какой-то там призыв к действию. И дальше мы даже можем указать, допустим, то, что называем body письма. То есть, как бы основной текст письма. То есть, это у нас тут именно будет subject, заголовок письма. А здесь у нас будет указываться текст. Ну и самое простое, что здесь можно написать, допустим, time of the incident. То есть, в момент, когда произошел этот инцидент. И подставляем, собственно говоря, значение. У меня есть event time. Как это все работает? Работает все следующим образом. Если я нажимаю, допустим, на какой-нибудь... Давайте отфильтруем только на критические события. Если я нажимаю на значок... Опять-таки, я это в новом окне открыл. Если я нажимаю на значок письма, у меня открывается новый, как бы, такой темплейт. Да, уже где у меня вставлен e-mail, который динамически подставляется из источника данных для человека, который отвечает именно за этот объект. И подставляется также динамически время. То есть, в принципе, все, что у меня остается сделать, это нажать там send. И, соответственно, это e-mail уйдет тому, кто за этот объект отвечает. То есть, вот еще один такой вариант использования URL Action, который, может быть, не совсем очевидный. Так, едем дальше. Переходим на следующий уровень сложности. Bring them on. То есть, уже такой более сложный вариант. Dashboard Action как контекстные фильтры. Опять-таки, такой нюанс, который иногда бывает не совсем очевидный, но который я хотел бы упомянуть. О чем здесь идет речь? Динамически. О чем здесь идет речь? Значит, есть, опять-таки, некий дашборд, который я уже заранее создал, очень простой. У нас идут продажи по кварталам. И также мы смотрим на какой-то очень длинный список, допустим, список всех регионов. Продажи по регионам. Значит, у меня уже настроен дашборд Action между этими двумя объектами. То есть, если я кликаю на какой-то определенный квартал, то у меня фильтруются регионы. Как бы я смотрю на продажи по регионам именно для этого квартала. Значит, в случае, когда вы работаете вот с такими длинными списками, допустим, у меня очень длинный список городов, или, допустим, очень длинный список клиентов, иногда пользователю интересно смотреть не на весь полный список, а именно выводить только самых-самых клиентов, да, клиенты, которые больше всего покупают, или клиенты, которые, не знаю, там, которые получают самые большие дискаунты, или города, где мы больше всего продаем. То есть то, что мы называем иногда топ-н, фильтр так называемый. Как это все дело работает? Я могу перейти на вот этот самый список. Опять-таки, это немного сейчас мы уходим от темы вообще этой сессии. Но для того, чтобы создать топ-н список, это все делается очень просто. Я могу бросить города на фильтр. И здесь вот у меня есть вариант создания топ-н фильтра. Топ-н я могу, допустим, выбрать топ-3 города по продажам. Соответственно, вместо того, чтобы вводить вот эту всю пустыню со всеми городами, мне просто интересно смотреть на топ-3 города. И в моем случае это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар. Соответственно, по моему Dashboard Action, теперь на каждый квартал, на который я щелкаю, я вижу вот эти вот самые три города, где мы больше всего продаем. Значит, какой здесь нюанс у нас произошел? Если вот вы обратите внимание, что каждый раз, когда я щелкаю на каждый из кварталов, я на самом деле смотрю на каждые одни и те же три города. То есть Санкт-Петербург, Москва, Краснодар. На какой бы квартал я ни щелкнул. Это все выглядит очень подозрительно, и действительно это неспроста. Дело все в том, что как бы в табло есть некая последовательность, скажем так, ну в данном случае последовательность, с которой мы используем фильтры. То есть если вот посмотреть на что происходит с моим вот этим вот воркшитом, у меня есть два фильтра. Один фильтр – это вот тот самый фильтр, который приходит из Акшена, то есть при выборе какой-либо даты. А второй фильтр – это тот самый топ-Н фильтр, то есть где я фильтрую топ-3 города. И что у меня происходит? Это происходит следующее. Сначала табло применяет, фильтр выбирает топ-3 города, продажи за весь период. А уже только после ЭТПа мы применяем фильтр, где мы просто фильтруем, собственно говоря, транзакции. То есть мы просто показываем сумму продаж для этих топ-3 городов за весь промежуток времени, но мы смотрим на значение именно за определенный квартал. В каких-то случаях это именно то, что вам нужно сделать, в каких-то вам нужна обратная логика. То есть я хочу поменять последовательность применения этих фильтров. Я хочу сначала использовать фильтр по времени, то есть отфильтровать все мои значения продаж для определенного квартала, а только после этого выбрать топ-3 города, который же будет применим именно к определенному кварталу, а не за весь промежуток времени. Как это можно сделать в табло? Это можно сделать следующим образом. У нас есть понятие так называемых контекстных фильтров. Контекстные фильтры, они помогают, имеют приоритет перед обычным фильтром, то есть они происходят в первую очередь. Соответственно, что мне нужно сделать в моей ситуации, это мне нужен мой вот этот вот обычный фильтр изменить на контекстный. Называется Apply to Context. Соответственно, если я это делаю, то он становится такой серенький. И теперь я возвращаю свой дашборд и выбираю, допустим, какие-то различные кварталы. Я вижу, что у меня теперь разные города. То есть логика поменялась. Теперь я сначала фильтрую все свои данные на определенный квартал. И это я делаю потому, что этот фильтр у меня контекстный. А только после этого прикладываю вот этот вот топ-н фильтр уже как следующее действие. То есть логика у меня поменялась, и теперь это все работает так, как я задумал, скажем так. Вот такой нюанс просто, который хотелось упомянуть. Едем дальше. Горячие, теплые, холодные данные. Очень часто люди спрашивают, может ли табло работать с большими данными. Значит, ответ – да, может. И может это сделать очень хорошо. И нам дашборд actions с этим очень сильно помогают. Значит, эта тема на самом деле довольно большая. Я даже этому решил посвятить пару слайдов, прежде чем покажу конкретный пример, о чем здесь вообще идет речь. Люди, вообще, в принципе, любые сущности в природе, в бизнесе имеют некую иерархию чаще всего. То есть если мы говорим о времени, то у нас есть иерархия в виде года, квартала, месяца, недели и так далее. Если я беру газету, то у меня газета разделяется на страницы, страницы разделяются на статьи, статьи на абзацы, абзацы на предложения, предложения на слова, слова на буквы и так далее. То есть, в принципе, все имеет некую иерархию вообще в природе и в бизнесе. И когда люди работают с большими, так называемыми, концепциями больших данных, то вот эта иерархия, она на самом деле бывает очень полезна. То есть первым делом мы на самом деле часто хотим смотреть на свои данные с позиции такого, скажем так, очень высокого полета. То есть если у меня есть, не знаю, допустим, какие-нибудь там клик-стрим данные или данные транзакционные, или данные каких-то логов, то очень редко, когда человеку нужно смотреть на конкретную запись, на конкретную транзакцию, обычно люди смотрят на данные в виде какой-то агрегации. Собственно, все дашборды, на которые мы сегодня смотрели, они были агрегированы. Так или иначе, чаще всего по времени или по категориям, или еще как-то. Значит, соответственно, но люди хотят иметь возможность так называемого drill-down. То есть мы идем от верхнего уровня к более нижнему. И рано или поздно уже, то что по-русски говорят, там смотрим уже на лес, на деревья в лесу. То есть сначала мы смотрим на весь лес, а потом на конкретные деревья. Вот, как пословица такая русская. Соответственно, тот же самый принцип используется и здесь. Если человек смотрит на дашборд, первым делом он часто хочет смотреть на какие-то обобщенные данные, то есть, допустим, года. После этого я спускаюсь на месяца. После этого я спускаюсь на недели и так далее. То же самое, кстати, касается географических объектов. Они очень как бы иерархичны по своей сути. И у меня есть некий нижний слой, который чаще всего как раз люди имеют в виду, когда они говорят о больших данных. Это самый такой гранулярный слой. Часто данные на этом слое вообще хранятся даже не в базе данных, а в каком-то там полуструктурированном или вообще не структурированном виде. XML, JSON, просто какие-то файлы, картинки там или еще что-то в этом духе. Соответственно, как люди с этими данными работают? Как я уже сказал, мы начинаем с самого верха. Мы хотим отфильтровать, видим контекст. Мы видим, что у нас что-то происходит в определенном месяце. Мы хотим посмотреть, что же у нас в этом месяце произошло. Мы видим, что у нас какая-то неделя неприбыльная. Хотим смотреть, что у нас в этой неделе произошло. День. Окей, оказалось, что мы смотрим не на тот день. Мы хотим подняться наверх, наоборот, возвращаемся назад. Потом мы переходим на какой-то другой dimension. То есть смотрим данные под другим углом. Допустим, на другую категорию. Смотрим на еще какой-то dimension. Смотрим на другой географический объект. То есть мы как бы ходим по этой пирамиде. И, собственно говоря, суть, почему эта пирамида играет большую роль при работе с большими данными, заключается в том, что для разных, скажем так, уровней этой пирамиды люди на самом деле создают разные источники данных. То есть, как я уже сказал, в самом низу нашей пирамиды часто находятся так называемые холодные данные. То есть данные, которые могут быть не структурированы и так далее. Часто в организациях очень узкая группа людей с такими данными на самом деле работает. Люди, которые работают с машинным обучением, имеют технические навыки определенные для работы с такими данными, вот им часто бывает нужен доступ именно к сырым данным. В бизнес-контексте люди часто уже хотят работать с какими-то структурированными данными, которые так или иначе находятся в какой-либо, допустим, религационной базе данных. То есть они смотрят на какие-то метрики, данные уже так или иначе структурированы, и с ними работать удобнее. На основании таких данных часто разрабатываются, допустим, новые отчеты. И поверх этих данных может создаваться еще один уровень, так называемый горячий, где, собственно говоря, данные агрегированы до уровня того, как они представлены на самом дашборде. То есть мы можем, допустим, если мы хотим сделать дашборд и смотреть на какие-то KPIs, то вместо того, чтобы каждый раз эти KPIs обсчитываем, мы эти данные как бы материализуем на этом уровне. То есть важно выбрать правильный формат хранения для каждого из этих уровней данных. Почему это все такую большую роль играет? Как бы, опять-таки, смысл в чем заключается здесь? Что в табло, в принципе, в рамках одного дашборда можно, на самом деле, объединить, допустим, два или даже три разных уровня этих вот самых данных. Сейчас я покажу конкретный пример, как это все выглядит. Может быть, немного менее абстрактный. Значит, на этом дашборде мы смотрим на... Я использовал данные из компьютерной игры FIFA, футбольный симулятор. Значит, я скачал данные для разных команд, разных футбольных лиг. Вот. У меня, соответственно, есть пять европейских лиг. И первое, что я вижу, это... Я вижу, собственно говоря, сами лиги. И я вижу здесь... У меня есть рейтинг игроков в каждой из лиг и там среднюю скорость. После этого я выбираю, допустим, определенную лигу. Допустим, российскую, премьер-лигу. И вижу конкретные клубы в виде скатерплота. Опять-таки, каждый здесь объект уже у меня на более гранулярном уровне, где у меня представлены различные команды. Вот. После этого я могу выбрать определенную команду, которая меня интересует. Вот, допустим, Спартак Москва. И здесь я уже смотрю на игроков. Да. Опять-таки, у меня все игроки поделены по скорости их рейтингу. И, допустим, вот один здесь игрок, я на него навожу. И вижу, что у Куинси Промеса, это один из игроков Спартака, у него соответствующие показатели. Вот. Собственно говоря, в чем суть этого дашборда? Вот эта вот вся навигация между разными уровнями, которую я сейчас проделал, она настроена с помощью дашборд-акшенов. Но каждый из этих визуализаций на самом деле привязан к разным источникам данных. То есть вот эти вот футбольные лиги, они на самом деле привязаны у меня к так называемому экстракту. То есть это данные, которые агрегированы и хранятся в самом табло. Если я перехожу в свои фильтры, как я все это дело настроил, здесь видно, что у меня используются связанные с помощью дашборда акшенов именно разные источники данных. Вот как вы видите здесь, если я навожу на какую-то футбольную лигу, то у меня фильтруются клубы. Значит, данные про футбольные лиги у меня живут в виде экстракта на моем собственном сервере. Данные по клубу у меня живут на SQL сервере. И эти две визуализации, как бы два источника данных, связаны друг с другом по определенному полю. Вот это вот название лиги, которое совпадает между двумя разными уровнями хранения. Вот. Даже самая логика у меня на втором фильтре, который позволяет мне фильтровать, если я выбираю какой-то из клубов. Значит, если я кликаю на название клуба, который у меня живет в SQL сервере, я фильтрую данные по игрокам, которые у меня вообще живут все в Hadoop кластере Клаудера, который я обращаюсь с помощью Impala Connector. То есть вместо того, чтобы каждый раз у меня ходить в свой Hadoop кластер, для того, чтобы отображать вот эти данные по лигам, я это делаю только в том случае, если люди туда дошли уже с помощью вот этих вот дашборд-акшенов и как бы опустились до определенного уровня агрегации с помощью них. Соответственно, на самом деле это единственный такой практический способ, как можно работать с большими данными, потому что те же самые все Hadoop платформы, они в основном все заточены под такую пакетную обработку данных, то есть чаще всего производительность у них для такого живого дашборда, она недостаточна. Но люди, в принципе, готовы там ждать и терпеть. Если я спустился до самого нижнего уровня, если мне нужно посмотреть на конкретного игрока, я могу, допустим, подождать. Этот запрос, может быть, будет выполняться чуть-чуть более медленно, чем первое открытие дашборда со всеми моими KPI. На самом деле это очень, как бы, довольно важная концепция, и это позволяет, как я уже сказал, работать с очень большими объемами данных в таком интерактивном режиме, вместо того, чтобы, допустим, сразу пытаться подключиться к своему Hadoop кластеру на живую. Вот, надеюсь, полезный такой совет. Значит, еще один момент здесь, именно связанный конкретно с этим дашбордом. Допустим, часто люди говорят, что неудобно пользоваться дашбордом, когда он выглядит таким образом, когда у меня, собственно говоря, есть некий элемент, где что-то видно, а остальные элементы пустые. Я вообще их не хочу видеть или я хочу их как-то там схлопывать. Значит, это делается, опять-таки, в табло этого можно добиться. Я покажу очень простой пример, когда, допустим, вот этот вот элемент с клубами, я, собственно говоря, могу сделать то, что мы называем иногда коллапсинг, то есть схлопывать его, если на нем ничего нет. Я сейчас не буду особо в детали опускаться, это чисто такой вопрос форматирования дашборда, но в данном случае я уже так настроил, что если у меня нет никакого тайтла, то у меня этот элемент вообще схлопывается. То есть, когда первый раз человек открывает этот дашборд, он видит вот этот вот самый скатер-плод, который открывается на весь экран, и в случае, если я кликаю на какой-то его элемент, то у меня всплывает вот этот вот уже более детальный элемент визуализации с названием моих команд. Таким образом можно делать такой еще более интерактивный дашборд, где у меня отдельные элементы схлопываются, и, собственно говоря, вся логика здесь построена на том, что если у меня никаких данных в нем нет, он пустой, то мне, собственно говоря, его и показывать не надо. Едем дальше. Значит, вот эта возможность создавания таких коллапсинг элементов, на самом деле, схлопывающихся элементов, имеет еще один такой побочный эффект полезный. Люди используют его для того, чтобы делать, сейчас покажу пример еще одного дашборда, где реализована возможность прятать целый элемент меню на дашборде с помощью дашборда Акшена. То есть здесь, опять-таки, никакой фильтрации данных как таковых не происходит, но вот у меня есть такая кнопка, которая позволяет при нажатии открывать еще вот такой боковой элемент с меню. Вот. Как это все сделано? Логика здесь, в общем-то, похожа. Здесь есть некий такой спрятанный воркшит, который отфильтровывается, если я на него нажимаю. Да? Вот. Соответственно, он прячется. Если я сюда нажимаю, то этот фильтр, наоборот, показывает мне данные. Вот, собственно говоря, с помощью... Я не буду сейчас показывать в деталях, опять-таки, я говорю, этот воркбук вам будет доступен, но вот с помощью вот этих вот сворачивающихся элементов, с помощью дашборда Акшенов можно делать вот такие вот меню, которые бывают полезны, когда люди, допустим, делают дашборд-дизайн для, там, не знаю, мобильных устройств, где ограниченный размер экрана. Да? У нас есть пример такого дашборда, который сделал один из наших партнеров. Сейчас я его быстро покажу. Мне примерно похоже интерактив реализован. То, что называем коллапсинг. Коллапсинг меню. Вот здесь, значит, тоже такой анализ некий продаж. В общем, похожая логика. Есть дашборд. Я нажимаю на эту кнопку, и у меня открывается меню с фильтрами. Да? Я здесь могу выбрать определенного, там, сейлс-менеджера и посмотреть его конкретно показатели. Вот. Как только я этого человека выбрал, я его могу спрятать. Вот, собственно говоря, этот воркбук доступен для скачивания. Да? Опять-таки, вам вся эта информация будет доступна. Вы сможете смотреть, как это все сделано. Я сейчас не буду вдаваться в детали. Собственно говоря, слопающийся себе контейнер. На этом все. Давайте перейдем к вопросам-ответам. У нас, на самом деле, осталось всего лишь несколько минут. Посмотрим, что вопросы... Какие у нас вопросы люди задают. Так. Можно ли настроить отправку письма по всему... Так, еще раз повторяю, значит, будет ссылка на скачивание. Да, то есть я показал... Значит, у нас будет две ссылки. Будет ссылка вот на эту сессию, которую мы записали. То есть будет доступна запись видео со всей презентацией и с моими комментариями. Плюс я показал восемь примеров. У меня было восемь разных воркбуков, которые будут все доступны также для скачивания, как если вы хотите смотреть, как и все было сделано с этими воркбуками поработать. Значит, можно ли настроить отправку письма по всему списку с учетом фильтра? Это, видимо, вопрос касается того самого ворбука, который я показывал. Я смотрел на разные вот эти вот пауэр-планты. То есть в данном случае мы отправляем письма конкретному человеку, да? То есть... Если вы как бы выберете несколько элементов, то... то такая возможность работать не будет, на самом деле. Но я бы сказал... Тут, на самом деле, еще отдельно есть целая тема. Такие вещи, на самом деле, лучше даже, я бы сказал, реализовывать, наверное, на стороне Tableau Server. У нас есть возможность создания там алертов, где вообще можно автоматически рассылать имейлы вообще без какого-либо участия человека. То есть если у меня какие-то произошли критические... Вот, например, этого дашборда, критические ивенты, то можно автоматически рассылать письма людям, которые на него подписаны при условии достижения какого-либо показателя. То есть, короче говоря, ответ на этот вопрос, да, можно, но не с помощью того вот варианта, который я сейчас показал. Может быть, давайте я напишу там e-mail более подробно, как это все сделать. Да, много вопросов по получению примеров, которые я показывал. Да, они все будут доступны. Так. Как таблицы связываются между собой при создании дашборда? Необходимо полностью висеть на виновании некоторых столбцов? Или где-то расстраиваются связи по столбцам между таблицами? Столбцы не обязательно должны называться одинаково, то есть, если я перейду в тот же самый, значит, вопрос о чем? Давайте я его повторю. Видимо, вопрос касается того, когда я подключаюсь к разным источникам данных, как я сделал в этом случае, и связываю их друг с другом, каким способом они связываются между собой. То есть, какое условие должно быть выполнено для того, чтобы я мог как бы щелчком на одном источнике данных показать визуализацию в другом. Давайте я еще раз покажу, как я это сделал. Вот, собственно говоря, таким образом у меня настроен здесь фильтр, что я выбираю, настраиваю связь между полями. Поля не обязательно должны называться одинаково. Они могут называться по-разному. То есть, у меня в данном случае название одинаковое, и там и там данные с названием лиги называются, как бы название колонки называется лига, но это совершенно не обязательно. Здесь я могу, собственно говоря, выбрать вот эту вот связь, указать напрямую. Даже если колонки называются по-разному, я их могу просто выбрать здесь и таким образом данные связать. Но, разумеется, сами значения должны совпадать, иначе эта работа не будет. То есть, должна быть некая целостность данных между разными источниками для того, чтобы это работало. Так. Можно ли вариант с drilldown? Очень много вопросов. В варианте из drilldown в последней вашей таблице одну из колонок сделать графиком. Так, видимо, речь идет, я так понимаю, вот об этой вот визуализации, где я докликал до конкретного игрока. Здесь у меня и не все выводится. И, видимо, вопрос о том, можно ли сделать, встроить как бы график внутрь таблицы. Ну, с некими ухищрениями можно. Вообще говоря, мы стараемся людей мотивировать на то, чтобы использовать именно табло, инструмент для визуализации данных. То есть, человек воспринимает информацию графически, цвета, там, положение объектов и так далее. Сформировать намного лучше, чем просто численные данные в представленном виде таблицы. Но есть разные варианты, когда вы можете сделать, допустим, какой-то там график в виде то, что называемого small multiples. То есть, если у меня есть значение всех игроков, и для каждого из них я такой рисую маленький-маленький график, просто чтобы показать тренд. Вот. Такие вещи все можно сделать. Давайте я на этот вопрос в оффлайне более подробно отвечу, потому что он очень специфический. Давайте последний вопрос. Доступны ли слопающие фильтры для объектов, которые переобещены на дашборд в формате float? Не очень вопрос понятен, если честно. Если у нас объект на дашборде в виде формата floating, то его, собственно говоря, слопывать не надо. То есть, он как бы не мешает другим объектам, он просто находится поверх других. То есть, вопрос идет, опять-таки, по форматированию больше, чем по чему-нибудь другому. Если я этот белый объект в виде floating, то он просто у меня плавает поверх других, и его место освобождается под нижний объект, который расширяется на всю шире экрана. Так, ладно. Давайте у нас просто... Время уже стекло. Я постараюсь на оставшиеся все вопросы ответить в режиме оффлайна по e-mail. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, моя сессия была полезна. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok